Всем, кто проснулся, доброго утречка. Всем, кто уже давно проснулся, доброго дня, доброго вечера. Я еду на полеты. Наконец-то первая, вот сегодня, первая хорошая маршрутная погода. Первая достойная нашего парапланерного внимания летная погодка. Вот, я весь в предвкушении сегодняшнего дня. У меня грандиозные планы. Очень хочется все это дело реализовать в какой-нибудь красивый маршрут. Чем сейчас и займемся. Я сейчас еду забирать своего учителя, который, можно сказать, провел меня на этот путь парапланериста. Познакомил меня с парапланеризмом. Зовут его Иван, так же, как и меня. Сейчас я его заберу, и мы с ним едем летать. Ох, денек будет сегодня. Жду не дождусь. На Никитском хребте, кстати, облачка висят, едва касаясь кромочки. Значит, у них высота примерно 1500 метров. А по прогнозу, часам к десяти, база должна подняться в районе Никитского хребта на высоту 1700. Но в десяти часам хорошо было бы уже там лететь. В общем, сегодня план такой, что летим либо в сторону Севастополя, либо в сторону Алушта. Вот учитель мой решил лететь в сторону Севастополя. Лично меня его идея немного смущает, но в то же время и привлекает. Смущает по понятным причинам. Местные пилоты поймут. Но привлекает, потому что я туда летал всего один раз. Конечно, хочется еще. И сегодня есть такая возможность. Сегодня дует юг. Чистый юг сегодня дует. Туда ближе к Севастополю юго-запад. А сюда Ялта-Алушта юг. С югом очень хорошо лететь в сторону Алушта. В общем, едем. Скоро будем летать. Вот она, склоны. Вот они, склоны нашей Ялтинской котловины. Гора Ай-Петри. Очень хорошая рабочая бучевка. Все выглядит воодушевляюще. Так, здесь меня ждет пилот. Привет. Встретились мы с учителем. Иван Иванович. Да, Иван Иванович. Еще раз. Я Иван, он Иванович. Все-таки постарше меня будет. Ой, блин. Вот, да. Едем. В общем, у нас есть планы. Грандиознейшие. Грандиознейшие. Неоднократно я уже сегодня об этом говорил. Но сейчас основная задача добраться на гору. Потому что пешком мы хер дойдем туда. А пешком будет свой машин. Отдельный. Сколько ты сегодня пролетел. Пролетел, неважно, сколько я сегодня прошел. Все, сейчас бросим машину и будем ждать, пока нас кто-нибудь отвезет на гору. Юго-запад. Радио Ваня. Чисто старый добрый, да? Судой. Радио Ваня. А с нами, как обычно, радио Ваня. Не хватай усни. А ты где-то звонил хоть раз? Продали, сейчас их это все там судится. Я не знаю, забрали, по-моему, забрали. Да забрали, вот эти дома пустуют. Форос туда, на Ялту, здесь на Соколино. И вот уже треугольничек. Радио Ваня. Ты потом это просто можешь вставлять со звуком балалайки какой-то такой, типа. Радио Ваня. Снова клип идет, идет, идет. Снова такая. Радио Ваня. Просто неважно, он летит, ебать, понял? У него клип продолжается, там 15-ая минута. Он летит. Иван нащупал поточек. Да, над ним такое облачко хорошее, рабочее. Вот, этот поточек даже меня касается. Широкий, хороший поток. Сейчас будем в нем летать. Вот, можно тоже спиральку одну сделать. И пролетать его полностью. Когда такая погода, в этом месте всегда стоит дежурный поточек. Тут такие скалы, не вертикальные, а имеют уклон небольшой. Благодаря чему потоку проще сформироваться. Больше площади поверхности скалы направлено по 90 градусов к Солнцу. Что создает более сформированный поток. Погонка здесь. Шикарнейшая. Гора Кошка напротив меня. Я набрал 1488 метров только что. Вот, Ванька улетел уже на пару километров вперед. Он продолжает лететь на своей высоте. А я решил крутануть этот поток. Не стал его пролетать. Все-таки в нашем деле высота это топливо, которое позволяет нам лететь. Вон Кабани перевал, Орлиный залет, гора Бойка. Отсюда видна поселок Куйбышево, Качинская долина. Ванька, прием, ты где? Отлично, летим дальше. Высота 1450 метров. Лечу за тобой. Смотри, короче, призрачный кончик. Так, подо мной горает барж. Высота по-прежнему 1260. Впереди уже меньше облаков. Но погода там должна быть, конечно. Сейчас посмотрим, куда Ванька решил лететь. Илюха, мы сейчас на порог бегаем быстро. Разгоняем и обратно, как принял. Решили до обеда прогуляться по Байдаро-Костропольской свадьбе. Прямо вот в этой ложечке, вот в этом ущелье, за ним, вернее, находится Байдарская долина. А здесь находится отель Мрия Резорт энд Спа. Вон, Винный парк. Мрия строит себе свой порт. Для своих суден. Шикарная инфраструктура у них. Лучшая в Крыму, пожалуй. Там орлы летают впереди. Хороший знак. Можно тут полетать. С орлами вместе. Так, ну орлы бросили этот поток. Вот, они сюда прилетели. Но они хорошо в нем набрали. Улетел я из своего последнего потока. Догонять Ваньку. Ванька опять улетела с меня на пару километров. Примерно такую дистанцию мы с ним держим все время. После потока была такая зона снижения значительная. Но тут тоже везде пыхтит. Везде прет вверх. Везде можно подкручивать. Хорошая, безопасная, ледная погодка. Приятно. Ага, и ветер. Ветер дует. Восток, юго-восток. Потоки злые сегодня. Все время. С учетом того, что я не летал давненько, а редко я в этом году летаю, становится очково летать в такую погодку. Но это и хорошо. Прием. Ванька, ты где? За тобой, недалеко. Вижу тебя. Еще раз повтори. За мной ли? Пару километров до тебя, да. Пару. Класс! Погодка класс! Я стараюсь не залетать в ядро, потому что ядро это середина облака. Летаю с краешку и поэтому постоянно одним ухом выпадаю на повороте. Потому что тут порой выключается прибор, и чтобы не терять визуальный ориентир, стараюсь наблюдать за рельефом, куда меня сносят и где я лечу. Так, ну что, поднабрал немного, полечу дальше. Пойду дальше на переход. А вон я Ваньку вижу. Уже километра три он от меня улетел. Летим дальше, красотища. Прием, ты слышал, Киратка, эти звуки? Я не слышал, полетели назад. В обратном направлении лететь приходится против ветра. То есть ветер косит, и он гнал нас в ту сторону, а теперь возвращаемся со встречным ветром, скорость ниже. и вот эти вот все выступы приходится облетать, потому что с них прилетают ротора. А облетая эти выступы, теряется высота. Но ничего. Все, вот так вот облетели, и теперь можно опять искать поток. Высота 945 метров. Да уж. Посмотрим, как удастся теперь вернуться. Ну, в крайнем случае, где-то здесь будем искать поля. Вот, тут какой-то поточек уже поумеренней. Где Иван летит, не вижу. Ну, если усмотреть, вот такая вот восхитение термичка, может быть, как раз у склона ничего... Ну, я потихоньку выбираюсь, кстати. У меня высота была 950. 100 метров набрал уже относительно той высоты. В любом случае, мы много набирать не будем, потому что, ну, это вот база... Так что... Все четко. Ну, в принципе, можно... Лечу обратно, рельеф идет на повышение. Потоки выше. Даже несмотря на все факторы, что лечу против ветра и рельеф на повышение, все получается пока что. Ванька, ты где? Догоняешь? Да-да, Ильефа, у тебя на хросте. Просто я, это... Нежискальников тут чуть-чуть. Ну, уже на высоте... Нормально. Вот-вот, прям под тобой, посмотри. Ты на меня сейчас... Ну, ты знаешь. Да, вижу, вижу. Вот этот момент, пожалуй, самый сложный. Вот нужно его перелететь, потому что здесь такой хребет, он длинный. Уходит прямо туда, Гая Кошка. Правильно? Вон, Гора Кошка. Прямо в голубой залип уходит этот хребет. И он является своеобразным триггером, с которого сходит поток. И за счетом того, что ветер здесь был юго-восточный, я сейчас лечу против ветра с наветренной... Да, с наветренной стороны, получается, да? С подветренной. С наветренной. Как правильно? Вот наветренной или с подветренной? Можете мне сказать, чтоб я раз и навсегда запомнил? Вот кто знает, скажите мне или напишите в комментарии. Так, взял Ванька поток. Вопрос только, откуда он его взял? С этой стороны или с той? Скорость 27 км в час, но это приемлемо. Пожалуй, все-таки ветер боковой дует. Вот, идет подъем. В общем, все хорошо, летим. О, маленький орел летает внизу. Ванька, проси ко мне, у меня здесь лучше стоит дидро. Посмотри на меня, как уже подняло. Весна, у орлов нерест сейчас. Сейчас они будут яйца свои защищать. На вылет еще 30 колбасит. Плетаю Семеиз, лечу в обратном направлении, Кайпетре. Подлетаю к горе Шанкая. Отсюда уже видно хребет. Никитский хребет видно. Видно, как его макушка в облаках. Что говорит о том, что там база облаков примерно полторы тысячи метров. Ну, у меня сегодня получалось набирать 1490. То есть, это, в принципе, сегодняшняя база. И то, на эту высоту я, когда набирал, я уже заходил в облако. В густое достаточно. Исходя из этого, я делаю вывод, что Никитский хребет перейти вряд ли получится. Но будем пробовать брать его в облет. Но сначала нужно к нему еще прилететь. А лететь к нему ну, часа два. Такой поток хороший. 2,3. Отчего я его не кручу? 2,6. О, 2,7. Нормально. Надо крутить этот поток. Вот и все. Высота 1370. Ты уже в облаке. Сейчас поднавирую немножко. Буду вылетать из него. 1400. Еще один оборотик. И буду вылетать. Вот так вот. Все, хорош. Полетели. Турц-восток. Северо-восток. Высота 1430. Я должен быть явно выше рельефа. Но пока вообще непонятно. Ага, вот он, рельеф. Вот он, рельеф. Так. А где гора Шанкая? Вот она, прямо. По всей видимости. Ну и хорошо. Все, летим. Вот так вот. Вот так, прямо летим. Вдоль скал. Как раз тут такая ложечка. Я не хотел ее идти в облёт. Хотел я перелететь. Вот как раз удалось набрать достаточно высоты, чтобы перейти ее. Красотища. Пейзажи просто поражают своей красотой. Это класс. Подлетаю кайфедренским зубцам уже. Я сейчас примерно на их высоте. Вот, ровно. 1334. Было видно на камеру? Вы еще 1300. Вам было его вообще? Колпасит, жесть. Ха-ха-ха. Ниже нормальненько так идешь вдоль склона, подкручиваешь по чуть-чуть. Илюха на баланыне. Молодец. Мне до баланына еще час лететь. Даже больше. От старта до баланына лететь один час. Если прям очень быстро, то минут 50. Так, прижмусь немного поближе к скале. Чтобы было больше подъемной силы. Ну и продолжаем. Время 12 часов дня. Я больше, чем уверен, что в часу дня погода станет только лучше. И на баланыне, и на Никитском крепте с большей вероятностью база только поднимется. так, что полетели в ту сторону. Так, ветер. Ветер или потоки. Поселок Гаспра, а напротив гора Айпетри. И вот езубцы. Людей, кстати, вообще нет. Что туда летел, ни одного человека не было. Что сюда лечу. Такие вот времена. Айпетри, привет! Я забрал, просто что-то болтается, как-то я. О, люди! Не было людей. Теперь есть люди. Небольшая компашка. Решила прогуляться на Айпетри. А так вообще, да, вот пониже 1300 можно нормально А может быть, это, ребята, веревочники. Все, шикардос. Сейчас набираю тут высоту для перехода. Так, где Ванька? Ага, Ванька летает под стартом, чуть ниже. Просадила его с лигана. Так, ну полетели. Высота 1300, хватит. южное направление ветра. Для перехода достаточно. О, Ванька уже набрал немного возле смотровой. Надо же догонять их. О, кто-то еще стартует. Мишаня, наверное. О, сейчас в Мишане полетим. Но Мишаня тоже быстрее меня летает. У него крыло тоже чуть более спортивное. На класс повыше, чем у меня. Ветрях начали чинить. Или на Витал разбирают. Да, будет здорово, если починят. Меня только что так трухануло. Я аж прикололся. Никогда такого не было. Выпал из потока. Крыло не сложило. Я его отработал, но хлопок был знатный. Прям полностью крыло расслабилось. Ладно, посмотрим. Но это чисто термическая тема. Не ротор, чисто термическая. Вон, Мишаня стартовал впереди меня и пошел вперед. Держит постоянно. Все, сейчас и я таким же прямым ходом лечу в сторону Никитского хребта. Полетели в Алушту! Алушта нас встречай! Летим по порядку. Вон, Ванька впереди летит. За ним Мишаня, оранжевое крыло. И я самый последний. Замыкаю круг. 40 градусов прошли хребет и огров прошли. Вот это хребет Кизил Кая. Вот, последний раз на видео я вон там низко-низко летал и едва смог вернуться обратно на наше штатное поле через хребет и огров. А сегодня вот такая база 1400 и даже крутить не надо ничего. Потоки очень широкие и мощные. И ты залетая в этот поток набираешь хорошую высоту ее хватает чтобы долететь до следующего потока и все время оставаться плюс-минус на одной высоте. шикарно. Ванька, смотрю, как-то полетел вообще напрямик на Баланин. Интересно он придумал. Подлетели к хребту Баланин КС. Вот, Ванька прямо передо мной летает. Мишаня мы все плюс-минус на одной высоте. Догоняем Илюху. Ну как догоняем? Илюха нас ждет так бы он уже улетел вперед. Илюха нас ждет чтобы мы все вместе полетели в Алушту. Облака на Никитском хребте висят ниже 1400. Я вас не вижу. Ну тут болтаюсь, короче. Если вы меня видите, то хорошо. Жду вас по-прежнему. Но если нас Илюха ждет, значит там все хорошо. У нас там есть разведчик, который докладывает нам обстановку. Так, олени. Где олени? Тут я их уже частенько наблюдаю. Я тебя за поездиму. Облака еще ниже и там прям вообще я не знаю. Сейчас прилетите сами посмотрите скажете. Ну сейчас глянем, сейчас. Сейчас глянем. Я думаю, спокойно надо пролетать. А мы местами где-то, видимо, пузо, где-то нет. Я думаю, мы успеем валить сурчипаться. Да я тоже думаю, но это без возврата. Он еще увидел, что за Никитой. Ого, тут такое мероприятие. Тут столько людей. Так-то непонятно. Сейчас вылечу. Может, с обратной стороны только облака набились Никиты, а дальше по гряде нормально попустим. Надо сейчас вылететь прямо на торец взглянуть, что там. Так непонятно нихуя. Ладно, хорошо. Жду твоего мнения и что, и погнали. прям какой-то бессмертный колк. вот эти вот синие и оранжевое похожее на забор силуэт. Это забор из людей. Это люди стоят. Интересное внесное мероприятие. Как вам Ялточка с этого ракурса? Сюда редко приходит, получается, удается прилететь. вот показываю вам Ялту в очередной раз. С Никитского хребта. Куда они полетели? Прямо куда-то куда-то в тучу полетели. Так, в облаке не полетим. Полечу и я сейчас за ними. Нормально, короче, вылетел во Вунду, высота облачности везде по гряде 1100-1200. Единственное дохуя тени. Ой, я прям к скальнику подлетаю над Вундой. Нормально, 1250 высота на визуальном полностью полете. Как слышно? Ну вот, Ванька, в принципе, все доложил. Все, обстановка. Это отлично, лечу за тобой. Высота 1280. А не из-за облаков, как я говорил, да, на 1100. Ну, видно было. У меня план такой, я сейчас наберу побольше высоты здесь, насколько это возможно, и буду нырять прямо. Прямо туда, в облака. Вот, в ту дырочку можно нырнуть. Полечу за пацанами. Вот я сейчас иду вдоль склона, на границе облачности 1200 и ровно. Ебать, вот это тут вообще слежники. Я надеюсь, вот здесь на торце будет что-то, блядь. Вань, я вот к сону стараюсь привыкнуть и у меня минус 0,7. Сейчас здесь посмотрим. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Сейчас, так, ну а я пока продолжаю уверенный набор, высота 1600, придерживаюсь своего плана, сейчас наберу по максимуму и буду, буду лететь. Если здесь, Серёх, нас не принимают, летим наоборот вперёд, туда, на кочке. Кочками будем лететь, если что. Потому что тут лес по лохе делать нехуй, если сейчас не потери. я пойду по каждой школе, тут вообще хотя бы 0. Бывает. Блядь, тебя сейчас там в ущелье ещё больше польёт. Так, я пошёл наперёд, делать тут нехуй. Так, а я пошёл на переход. Высота 1600. Ничего не видно. Всё, буду лететь вдоль рельефа. Направление на запад. Пацаны в рацию наговаривают на меня, что я незаконно перелетел в Никитский хребет. Говорят, в облаке выкрутил и перелетел. А ведь это было не так, и вы всё видели. Я абсолютно по солнцу набрал и перелетел. Никаких правил не нарушил. Вот, сейчас вот прямо надо мной находится беседка ветров. Вот. Вот. так, а я вот тут достаточно низко лечу. Ой, ну посмотрим, посмотрим, получится что-нибудь из этого или нет. Блин, даже прижиматься сюда не хочу. Так, льёт сильно. высоты мало. Но тут где-то должен сойти по точек. Полечу вот на этот скальник. Надеюсь, с него удастся что-то взять. хотя я уже и до него не дохожу. Льёт на одно. Вот. Вот, есть какой-то движ. Движ Париж. Попробуем тут поработать. Ваня отвечает так. Приём. пузырь. Продолжение следует... Попробуем пузырь. Продолжение следует... взял поточек это хорошо и ванька взял по точек ну вот так вот будем пробовать лететь дальше интереснейший полет получается высота вот только что было 1100 а 1200 было сейчас 1300 100 метров набрал вот отсюда причем такое место уже хотел отворачивать уже нельзя было больше прижиматься к склону потому что здесь видите какой пологий рельеф надо было уже уходить на поля но попался поточек причем такой злой аж полкрыла сложила ванька тоже выкрутил молодец и пацаны сейчас выкрутят я уверен погода жир какой-нибудь триггер найти вы и улетать еще пока летим до алушты лететь еще примерно 10 километров еще пока летим до алушты лететь еще примерно 10 километров я не теряю визуальных ориентиров я постоянно контролирую свое местонахождение относительно рельефа облачко достаточно рассеянно все отлично набрал 260 метров блин такой поток опять ну и погодка ух мощь хотел уже идти на переход как бахнет пол крыла блин но ничего я вернулся в поток под набрал в нем он опять опять этот поток сейчас я его пролечу через облако вылечу с восточной стороны заодно под наберу немного курс на восток это безопасный курс высота 1600 вот закончился поток сейчас будем выпадать из облака где-то надо где-то выпасть вот сейчас я реально залетел в облако но ситуация тут была безвыходная либо отворачивать в море надо было либо в сторону алушты лететь вот тут уже начались нисходняки ощущается какой-то просвет вот он наконец-то я вылетел так высота 1560 супер поехали дальше карьера то что ванька уже аж там был возле этого карьера да он значит далеко улетел так с этой стороны вообще лететь не очень потому что здесь зона нисходняков это да так и есть юг южный ветер он такой и уже виднеется алушта вот этот поселок нужно еще все вот эти вот хребты перелететь чтобы улететь в алушта вот этот вершинка такая темная тени это кушка я вот а я сейчас сюда попробую подлететь на солнышко в надежде что отсюда что-то сойдет я нашел очередной по точек уверенно в нем набираю хороший поток два и два два с половиной 200 метров выкрутил тут пробираю сторону алушта не знаю только еще вадима и были бы все учлеты ялтинские вани так что закончился поток да надо переходить все пойдем на переход ну что здравствуй первая алушта в этом году я очень скучал по тебе волоски солнышко все как обычно прилетая в алушту следующая цель это чатердак и гимнаджет и местами тут есть по точки то есть вот так вдоль склона можно и вернуться на 1200 база облаков 1300 я иду кушка я там подумаю на чатердаге солнышко как интересно да ближе к морю уже все зелененько а чем дальше в горы тема менее зеленая и высоко в горах еще все фиолетовая вообще так ну что перелетел я последний хребет на чатердаг наверно лететь не буду полечу вот к этим полям в сторону димиржеев в надежде что я там что-то найду попробую на димирже слетать алушта привет вон я вижу всех пилотов вон раз два и где-то ванька еще был третий это мешая с ильей вот они прилетели к хребту как раз от кушка я который идет не вижу еще третье крыло должно быть все подлетают у всех все хорошо если сейчас получится вот с этих с этих холмиков с этих триггеров взять какой-то поток если учесть что южный ветер он эти полки должны работать как раз и улететь на димирже буду пробовать если не будет получаться тогда иду на посадку я хочу ходить по путников на море высота 700 метров поэтому вероятность что удастся отсюда улететь очень низко а я это радио ваня а с вами на связи радио ваня давайте послушаем его трек давайте послушаем его трек а а а а а а а в общем нет ни хера в алуште я нигде тут не вижу никаких потоков идет снижение я лечу на домик я в тебе лечу я тебя наблюдал ты так чётенько летишь над хрестиком под юг ты его весь пробил тебя блять нигде даже пузырем не зацепило во внешне дело в том что мне кажется здесь а ветер по низам мы прикоремся наверно юг метров шесть будет тут поэтому и потока особо нет да 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 кстати илюха тебя касается лети прямо на домик и над ним сбрасывай высоту потому что тут вдоль вот этой дороги будет запирать вот я сейчас лечу высота 500 метров скорость 22 километра в час ниже будет еще сильнее ветер короче такие дела сейчас я на акселе туда подлечу и буду там сбрасывать и прием в 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 Да, всё, движемся в резинку, да, тоже не ползал, это, блядь, стейлбис. Ну и, господа, архитворим! Там место понадёжнее выберем, блядь, там так мало места у домика. Не, нормально, мы уже... Вот оно наше поле для посадочки. Так, я его осматриваю, чтобы убедиться в том, что ничего не поменялось. Никаких проводов не повесили, никаких столбов не поставили. А то сейчас мы все сюда прилетим. Вроде всё хорошо. Домик собирается восстанавливать, я смотрю, лежат какие-то стройматериалы. Всё отлично. Ваня, не вижу тебя, приём, ты где? Вон на поле, уже он. А, всё, увидел, увидел, да, всё. Приятная новость, блядь, деревья не шатаются, так что посадка будет... Да, по озеру есть такая ряд, но ветер походу не сильный, заебись. И реально пусто здесь, пусто, пиздец. Должно быть комфортно на посадочке. До посадки остаются считанные секунды. Ванька заходит на посадку. Блин, долететь бы ему ещё сюда. Тут аксель надо выжимать. Вот Ванька. А, я думал, это стройматериал, а это мусор какой-то. Вот так, аккуратненько. Вот, вот, вот. Отлично, отлично. Ой, это, конечно, кайфовый полёт. Пишет камера. Это просто, просто кайф. Вон, Мишаня заходит на посадку. То же самое. Говорю, сбрасывайте высоту над полем. Ну, Миша всё-таки решил лететь. На дорогу. Сейчас сниму. На фоне Четтердага. О, Миша приземлился. Всё хорошо. Да, идеально сел вообще. Круто. В общем, Илюха ещё далеко. Илюха ещё может выбрать себе место для посадки. Ох, это кайф, ребята. Всё. Я собираюсь. Это была первая Алушта моя. Я думаю, вы с удовольствием посмотрите весь мой лётный день сегодня. Мы офигенно с Ванькой слетали в сторону Фороса. Ну, до Фороса не долетели, но я Форос уже видел. И вернулись в Алушту. От Фороса до Алушты. Ну, это нормальный маршрут. Это... Вот ты и летишь. Тут реально ветер дует. Сейчас Ваньке помогу крыло снять. Ванька, давай краба. Охрененно вышло полетать. Вот это реально крутейший полёт. У меня нехороший, да, один. В общем, сколько от Фороса до Алушты? 50 километров... 55. Вот, 55. И ещё туда мы пролетели. И туда ещё километров, ну, 20. Ну, 20 километров и получается. Получается километров 70. Щётка до Канта до Форосского 20 км. Ну, посмотрим. По прибору, кстати, там видно общий километраж. Но я думаю, что сегодня километров 70 мы пролетели. Три с половиной часа в воздухе. В общем, кайф. Илюха, что, к нам решил садиться? Да. Я бы его по рации проконтролировал. Через поворотную точку. Ветер. О, видишь, тут ещё исходят пузыри. Во! Отлично, отлично, супер. Тормози, тормози, крыло, тормози. Тормози, тормози, активнее, не бойся. Всё. Да тут, блин, перелететь можно было. Всё он чётко сделал. Ты перед землёй же так качать у него. Хуяк сухо сложила, блядь. Хуяк с правой чуть-чуть подхлопнулся. Трюма. Илюха. Потому что от дерева пришло. Давай. Вот это, вот это вот, мужик настоящий. Переземлился. Чётко. Трюма сантиметров над землёй. На ограниченную площадку. А я пошёл по делам. Будь пиздить тебе так, как утолова, блядь. Будешь лететь в потоке, взял в левую сторону ядро, у тебя левая половина рула крутится, правая просто сложенная висит от того, что ты её не загружаешь, понял? А спонсор сегодняшнего видео – Радио Ваня. А учёты идут и слушают. Классно полетали, ребят. Да, кстати, Ванька – это наш учитель. Спасибо. И он объединил нас. Главой нашего Гагла. Микеланджело, спасибо всем вам. Какая охуенность. Все вместе держались. Мишка. Да это не сегодня было. Мы сейчас с похода, с Четвердага идём. Это не сегодня, это было вчера. Видео-то уже вообще прошлогоднее, на самом деле. Прошло-прошлогоднее уже. Уже же два года нельзя летать. Да. Позапрошлой ночи. На самом деле это доброе будущее, где уже нет никакой войны, всё хорошо. Люди чисто живут, каждый выращивает всё, что надо. У каждого земли сколько хочешь. В любой точке высадил арбуз, пошёл, спиздили твой арбуз. У каждого личный кусок пляжа. Да, да. Это какой-то извращённый коммунизм, получается. Это анархия братка. Всё, ладно. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok